Доброе утро, уважаемые телезрители, рубрика «Звездные гости». Я Дмитрий Пиаваров, приветствую вас в это замечательное осеннее утро. Сегодня у нас в гостях директор Большого цирка на проспекте Вернадского и представитель знаменитой цирковой семьи Запашных Эдгард Запашный. Доброе утро. Здравствуйте. Цирк в нашем восприятии обывательском покинет свою систему координат. Он будет работать с ней на арене. Какое вообще это дает перспективу, какой это дает взгляд и так далее? Цирк может замыкаться не только в рамках одной арены, что из камерного восприятия можно сделать стадионное шоу. Подразумевает глобальность, масштабность и необычность цирка, потому что сразу действие будет происходить по всей территории хоккейного поля. Все воздушное пространство тоже будет задействовано. Будет некая история, несмотря на то, что она может показаться немножко детской. То есть это история мира. Как себя ведут хищники, как себя ведут животные, когда меняют систему координат? Они... Нужно под их психологию подстраивать или там другие законы? Обычно мы привозим животных где-то за 4-5 дней до начала шоу. И, естественно, даем возможность животным осмотреться, освоиться, принюхаться. И есть животное, особенно если это молодое, к которому надо привыкнуть, потому что масштабы другие, зрители гораздо больше, другое шумовосприятие. Но, как правило, этого времени хватает для того, чтобы животные себя вели спокойно. И дальше у нас проблем с животными не возникает. Больше приходится привыкать людям. Хотел спросить о кино, о театре и о династии кинозвезд животных, которых тоже все любят. Мухтар, это медведь Барт из «Легенд осени», это пес из фильма «Артист», который был достоин «Золотого ошейника». Конечно, печально известный представитель семьи Берберовых, который снимался, «Кинг» и так далее. Вам приходилось работать на съемках с животными. Как нужно, как вообще сделать из них медийное лицо? Мороду, скажем так. Ну, наш «Тигр Мартин», который уже, так сказать, ушел, он снимался в порядка десяти картинах. И играл большое количество разных планов. То есть он был и агрессивным, и добрым, и испуганным, и кем угодно. Но этот «Тигр» – индивидуум, с которым легко работать на площадке. Потому что, во-первых, а, он контактный, с ним можно было спокойно работать другим людям. Его привозили, и он очень быстро ориентировался в декорациях, во всем. С ним стоишь, разговариваешь, он быстро привыкает, очень быстро понимал задачу. Был фильм режиссера Попова «Четыре таксиста и собака», где он поставил задачу, что ко льву в зоопарк забежала такса. Дальше она тявкает на льва, лев не обращает внимания, подбегает ко льву, пытается его укусить. Лев смотрит на нее, это я вам всю сцену описываю. Такса разворачивается, забрасывает его задними ногами камушками. Лев прыгает на таксу, такса пробегает подо львом. Лев падает в ров, и такса гордо убегает из кадра. И вот он сидит на меня, смотрит, ну как? Я говорю, супер. Он говорит, что надо для этого? Я говорю, готовьте как можно больше такс. И он, ты серьезно, что ли? Ну у него картина сразу это трупы такс, и одна выжила. Я говорю, нет, вы понимаете, для того, чтобы снять эту сцену, мне надо четыре разных по характеру таксы. Мне надо смелую таксу, которая не побоится подбежать ко льву, которого она видит первый раз. Второе мне надо таксу тормоза, которая будет стоять вот так вот и тупить на льва, и не будет бояться, если лев на нее смотрит. Третью мне надо таксу труса, чтобы я бросил ее, и она из кадра вылетела, как вы хотите, чтобы она там подо львом проскочила. А четвертую мне надо очень агрессивную таксу, которая будет кидаться на льва, ну то есть совсем сумасшедшую таксу. И вот мы реально подбирали четыре разных по характеру таксы, и в одной сцене вот эту одну таксу играло совершенно разные четыре собаки. И вот сейчас мы, например, с Ольгой Погодиной завершили снимать большую картину про жизнь Маргариты Назаровой, исполнительницы главной роли полосатого рейса, и ее знаменитого тигра Пурша. Вот как раз Мартин, Мартин снял наиболее сложные сцены, потому что Пурш был очень контактным, и Маргарита с ним и плавала, и ездила на машине, и водила его на поводке, где угодно. Вот одна из самых сложных сцен была, когда мы вдоль Кремля на небольшой лодке должны были ездить с тигром. Тема сегодняшнего выпуска – это гитара в жизни каждого человека. Вот в вашей жизни какую роль играет гитара? И, может быть, вы аттракцион со своими подопечными поставите с применением гитары? Я вам честно скажу, это одно из самых больших упущений в моей жизни. Беру гитару, она мне очень идет, мне кажется, я был очень харизматичный рок-звездой, но дело в том, что я вообще не умею играть. Просто вообще не умею играть, и это такой пробел в моей жизни. И я думаю, опоздал я или не опоздал, могу ли я научиться играть на гитаре, если займусь этим буквально сегодня. Но знаком с большим количеством рок-звезд, и каждый раз, приходя на концерт, например, Валерия Кипелова, я могу у ребят попросить, дайте гитару, сфотографироваться. Держал большое количество вот таких знаменитых гитар, но если буду пользоваться гитарой, то максимум как веслом. Больше я ничего с ней сделать не могу. Спасибо вам за ранний визит, я думаю, что скоро увидимся вновь. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, в гостях программы «Новое утро» сегодня побывал представитель знаменитой цирковой династии Запашных Эдгард Запашный. Наша программа продолжается, и впереди еще немало любопытных моментов.